Об участившихся атаках иранскими дронами и защите украинского неба детальнее поговорим со спикером командования воздушных сил, вооруженных сил Украины Юрий Игнат присоединяется к нашему эфиру. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, накануне посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что иранские беспилотники становятся очень опасными для Украины и вооруженные силы Украины сейчас пытаются найти некое противоядие против этого вида российского оружия. Расскажите, пожалуйста, уже до конца изучена тактика использования этих дронов? Ну, тактика самая обычная, к подобному типу боеприпасов, имею в виду противника, тактика это нанесение ударов по объектам. Изначально предполагалось, что будут использоваться эти баражирующие боеприпасы для того, чтобы уничтожать ПВО наше, так и в частности реактивную артиллерию, которую нам предоставляют партнеры. Я думаю, что для оккупантов есть серьезные угрозы. Так и ствольная артиллерия, западная и реактивная, это очень опасные штуки, тем более с теми снарядами, которые сейчас пришли на вооружение, которые бьют 99% попадания целей. Они очень этого боятся. Вот таковы цели ставились и были озвучены, и на многих их ресурсах было именно такое утверждение. Но сейчас мы видим, что используется ВПЛА по объектам также внутри страны, в тылу. То есть под Киевом уже есть прилеты и в других городах. Безусловно, противник использует эти ВПЛА, пока что прощупывая слабые места нашей ПВО, прощупывая вообще возможность, как мы можем противодействовать ему, изучая. Мы, в свою очередь, на сбитых уже моделях, на сбитых образцах тоже наши специалисты смотрят, как мы можем противодействовать, какие методы борьбы с ними. И уже определенные результаты в этом плане есть, как противоядие, как вы говорите, для них это и стрелковое оружие, и зенитная ракета, и средства радиоэлектронной борьбы. Но, прежде всего, эффективнее всего сбивают эти дроны, конечно же, зенитные ракеты наших повитренных сил. Поэтому мы надеемся, что все же и западные наши партнеры предоставят еще больше противоядий, для того, чтобы они нас не кошмарили. И вместе с тем, опять же, отмечу, что разные эксперты, и западные в том числе, говорят о том, что да, это неприятная штука, но не критическая, не стоит драматизировать ситуацию по поводу этих БПЛА Камикадзе, так как есть и пострашнее оружие, так, которое это ракеты, ракетная угроза никуда не делась. Есть авиация противника, тоже с ракетами, и оперативно-тактические комплексы «Искандер», и так дальше. Юрий, а если говорить еще об этих дронах, вы сказали, что сейчас они уже находятся, по сути, на изучении Вооруженных сил Украины. Что, возможно, находят интересного внутри этих дронов? Потому что мы помним, вот те же «Орланы-10», там и пластиковые бутылки, и обычные бытовые фотокамеры использует Российская Федерация для изготовления этих дронов. Есть ли подобные какие-то необычные детали или же микросхемы, которые являются и подсанкционными в этих иранских дронах? Ну, знаете, пластиковые бутылки и иные примитивные вещи в «Орланах», это не показатель, это российская криворукость или, я не знаю, удешевление и так дальше. Можно же действительно было сделать этот топливный бак уже какой-то цельный и так дальше, чтобы смешно не было. Ну, а на самом деле там в «Орланах» используются западные запчасти все. То есть все, что западное, крутое, хорошее, что Россия в жизни не сможет сделать сама, это все закуплено у нескольких стран мира, которые в этом деле имеют хороший прогресс. Я насчет «Орлан-10» сейчас говорю. Остальное, что Россия может сделать, планер сделать, пластиковую бутылку вместо бака и так дальше. А иранские дроны чем? А иранские дроны отличаются тем, что ничего российского там вообще нет, кроме краски, которую они там нарисовали, вот это вот «Херань-2», как мы ее называем, вот это все, что там есть российского. И поэтому все, вот даже, ну, даже и Иран, в свою очередь, тоже там, иранского тоже не так много, так как запчасти, которые уже изучают специалисты в Украине, тоже западные. То есть это чипы, микросхемы, видно, каким образом управляется этот дрон «Камикадзе», используя спутниковую связь, вот именно по спутникам разным управляется этот бесслотный литальный аппарат, который летит в Украину сегодня. Юрий, на этой неделе четыре российских самолета Ту-22М3 ударили авиаракетами по Украине с территории Беларуси, как отметил начальник главного оперативного управления генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов. Это был первый обстрел с территории соседней республики с конца августа. Расскажите детальнее, пожалуйста, какими ракетами били и как считаете, почему последний месяц было, по сути, относительное затишье со стороны Беларуси? Ну, я смотрю на календарь, смотрю, что конец августа, это не так далеко, правда, что, ну, хотя, ну, месяц, да. Месяца-полтора назад. Да, безусловно, угроза применения этих самолетов и этих ракет Х-22 остается, потому что мы сегодня видим сообщение, кстати, с аэродрома Шайковка, где базируется именно Ту-22М3, откуда взлетают они с ракетами Х-22. Сегодня туда прилетел неизвестный дрон, дрон Камикадзе, как пишут местные СМИ, и взорвался над взлетно-посадочной полосой. Ну, россияне заявляют, что нет никаких там последствий, никто не пострадал, но будем все же смотреть дальше, как там ситуация. Может, возможно, есть там повреждения на этом аэродроме. В общем, противник использует оттуда эти самолеты. Они либо работают по Украине с Курской области, либо с территории Белоруссии, либо облетая Украину справа, так, с восточной части, не залетая даже на оккупированные территории, потому что боятся быть, вероятно, сбитыми своими же войсками. Поэтому летят через территорию России в Крым, и оттуда с акватории Азовского и Черного морей наносят удары уже известными ракетами Х-22. Это ракета, которая, боевая часть 900 килограмм, дальность ее полета до 600 километров. Ракета, да, она такая мощная, но в то же время не точная. Именно применение этих ракет было зафиксировано позавчера в Крыминской области. Юрий, уточните еще, вчера и сегодня Запорожье оказалось, этот город оказался под массированным огнем. Есть ли возможность защитить сейчас Запорожье средствами ПВО или оккупанты, по сути, повторяют свой опыт обстрелов Харькова? Ну, к сожалению, прифронтовые города, это наша боль так, и ненависть в то же время к врагу, потому что то, что они делают, совершают с этими городами, мы видим, что произошло вообще с Мариуполем, мы видим, что произошло с Изюмом, это следствие работы пилотированной авиации, которая бомбардировала бомбами. Эти города, которые обстреливаются, и Харьков, и Запорожье, и Николаев, обстреливаются реактивной артиллерией, как ближнего боя, на эти грады, так и торнадо-С, около 100 километров реактивные снаряды летят, и часто стоят объектами именно мирные дома, мирные люди страдают от этого, и используют, продолжают активно использовать зенитные ракеты С-300. С-300 это вооружение террора, вооружение террористов, так как разрушения, да, они могут привести, там, разбомбить одну хрущевку, полтора кирпича построенную, так, еще какие-то заправки, там, магазины, поражающие элементы ракеты от комплекса С-300, это небольшие фрагменты, которые предназначены для уничтожения воздушных целей, а, собственно, фюзеляжей самолета. Их тысячи, этих кусочков, они летят по городу и разлетаются в стороны, страдают мирные граждане. Это вполне можно считать оружием терроризма против мирных граждан, и что должно документироваться и подаваться в соответствующие международные институции впоследствии. Вот, и от этого оружие страдает. К сожалению, нет сегодня возможности противостоять этому оружию в воздухе, то есть сбивать зенитные ракеты, зенитными ракетами, которые, соответственно, такие же у нас, как и летят по нам, не представляется возможным. Их нужно уничтожать там, где позиции и места дислокации этих систем. Нужно уничтожать их и ракетами, и армами, и артиллерии, которые у нас есть. Юрий, украинские силы обороны уже не первый месяц держат под огневым контролем переправы в Херсонской области. В частности, всем уже известно Антоновский мост. Накануне по мосту были зафиксированы очередные удары. При этом в российском Минобороне, как всегда, об этом не сказали. Единственное, там заявили, что их ПВО сбило несколько ракет «Хаймерс». Вот если продолжить сейчас этот разговор о ракетах этих РСЗО, то способна ли сбить эти ракеты российская система ПВО? Или это очередные байки? Знаете, я не могу утверждать, что нет, но я уверен, что не могут они сбивать ракеты «Хаймерс». Реактивная артиллерия, чтобы сбивать, нужна мощная система, скажем так, как железный купол у Израиля. Они сбивают даже единичные снаряды РСЗО, которые летят их соперниками. Но сомневаюсь, глубокие сомнения, что они могут «Хаймерс» сбить. Это те же, как вы говорите, байки, соответственно. То, что они каждый день я читаю тоже сводку. Ну, как читаю? Не вчитываюсь, но просто улыбаюсь, когда читаю, что то один, то два самолета наших, то три самолета. Но все равно позвоню в штаб, узнаю, что к чему, но говорят, ну, конечно же, очередная ложь, которую они выдают за правду, кормя из ложки вот этим вот, не буду говорить, чем свои граждане. Да, если вспомнить даже слова главной пропагандистки Скобеевой, она еще несколько месяцев назад говорила о том, что российская армия сбила уже около тысячи байрактаров, которых на самом деле никогда не было в таком количестве на вооружении украинских сил обороны. Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт на прошлой неделе побывала в Украине и анонсировала передачу системы противовоздушной обороны ИРИСТЕ. Расскажите, пожалуйста, чем важна для Украины эта система и когда она появится у нас? Ну, она важна для Украины тем, что ни у кого ее еще нет, а у нас будет. Это новейшая система, которую Германия разработала для того, чтобы защищать воздушное пространство, возможно, свое, возможно, и стран-партнеров. Вот и Украина будет первая, кто испытает ее в бою. И желательно испытать ее удачно, чтобы наши немецкие друзья сделали нам больше таких систем, потому что то, что получим на этого будет очень мало, промышленность еще не налажена настолько, чтобы массово разрабатывать эти системы. Но я думаю, что немцы с этим справятся, у них мощное производство и хорошее качество, как автомобили и Мерседес, так и, думаю, система ИРИСТЕ тоже будет отлично сбивать российские самолеты. Юрий, спасибо вам большое за ваши комментарии. Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, был с нами в прямом эфире.